Всем привет, друзья! С вами Ксюша, вы на канале Ангелофрения. Сегодня будем разбирать мои новиночки. Заказ с Белорис. Я его разбила аж на две части, потому что у меня будет часть монобрендовый обзор на одну марку, которую вы очень просите. Очень просите. У меня личка просто разрывается. Хотя, вот разрывается от тех, кто невнимательно мой канал смотрит. Потому что я уже эту марку касалась несколько раз. Если ты предполагаешь, о чем речь, напиши внизу в комментариях. И сегодня я вам покажу очень интересные продукты, которые я просто обязана вам показать, пока моя семья не раздербанила их. Потому что здесь и для меня, и для семьи, собственно, заказ. Первым делом у меня закончился весь мой уход для волос. Я думала, как бы мне его обновить. Что-то новое надо пробовать все время. И мой прошлый уход меня устраивал, чтобы вы понимали. Но нужно все время пробовать что-то новое. Блогерская обязанность. Как бы повинность. И я решила попробовать бренд Матрикс, который мне рекомендовали, ну, просто все. Просто все. Я его обходила стороной. Потому что, ну, так, ну, не супер бюджетно. И нашла на Белорисе набор. Я вообще не понимала, что это за набор. Я поняла только потом, когда он уже мне пришел. Я вам покажу. В этот набор входило, чтобы вы не пугались, да. Шампунь вот такой для поддержки цвета волос. То есть то, что мне нужно. Вот такой шампунь супер мега ультравосстанавливающий для изломанных жизнью волос. То, что мне нужно. И третий шампунь для объема волос. Вот такой прозрачный. То есть остальные, видите, шампунь тут вот такие. То есть я его начала использовать. Смотрите, вот при использовании ушло только вот так. Ну, это для меня очень экономично. Мне пока безумно нравится. Я боюсь начинать восторгаться. Но пока я такая, вау, вау, а что происходит? Пока мне очень нравится. Приятный легкий аромат у них у всех. Это, знаете, аромат дорогого шампуня. Что я имею в виду? Не сладкий, там, фруктиз, а именно такой. Вот такой аромат. К нему был еще кондиционер. Это все один набор, я напоминаю. И вот такой спрей для прикорневого объема. По поводу кондиционера. Что меня смущает? Я кондиционера, в принципе, не наношу на корни. Очень боюсь утяжелять. И, ну, я не считаю, что здесь мне нужно прям что-то напитывать. При всем при этом, этот кондиционер тоже приподнимает волосы от корней. То есть не написано, что наносите его на корни. И вот я не знаю. Я еще ни разу его на корни так и не нанесла. Я все что-то боюсь. Скажите, вы кондиционеры, которые для объема волос наносите на корни, это же логично. Но при этом сам вид продукта, кондиционер, я никогда не наношу на корни. Я что-то боюсь. Вот. Спрей для прикорневого объема. Обалденный. Я давно искала какую-то замену Джону Фриде. Вот эти маленькие спрейчики для объема. Но, знаете, он очень дорогой получается. То есть вот этот дешевле. У него гораздо больше объем. И нужно буквально два нажатия. То есть здесь вот так вот закрывается. Я сейчас... Вот так. Видите? Мелкое такое распыление. Как всегда, наносите после того, как ваши волосы практически высохли. Вы наносите на ту область или на всю голову, на корни, да, которые вы хотите приподнять. Высушиваете волосы либо укладкой, либо естественным образом. Я как делаю? Я обычно, когда хочу объем, вот эту часть волос отделяю. Подкладываю такую, знаете, бегудюшку-голобашку, которая круглая, с крючочками. Ну, я думаю, все понимают. На них сушат обычно. И хожу, да, напшикала на корни и хожу. Если я ложусь с мокрой головой спать, то я на все корни наношу средства для объема. И когда ложусь спать, все волосы раскидываю по подушке и их поднимаю. То есть они высыхают как бы с поднятым корнем. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. И мне прислали еще всякую промо-продукцию. Там какие-то картинки, декор. То есть я так поняла, что это промо какой-то набор. Я не ожидала. То есть там такая как постамент для этих штук. То есть если бы я была владельцем салона, я бы это все выставила у себя. И мне бы было красиво. Я в шоке. Я не ожидала. Я думала, что это просто, ну, такой, это аттракцион невиданной щедрости. Но вообще, да, получилось очень выгодно купить. Ну, зайдите на сайт, посмотрите. У меня очень много подписчиков из Республики Беларусь. И мне посоветовали найти вот такой аромат. А те, кто знают, что Мэль, я очень любит Клиник Хэппи. То есть вот я держу Клиник Хэппи. И, собственно, вот такой аромат. Юник Сани Фумен. Лави называется. Тоже 100 мл. И это аналог парфюма Клиник Хэппи. Я очень хотела попробовать. То есть упаковки у них, ну, схожи по цветовому решению, да, как бы, ну, совершенно разные по форме. И я решила Илье заказать, попробовать. То есть это был чистой воды эксперимент. Я не знала, какой аромат у вот этого парфюма. Клиник Хэппи тоже раньше был на Беларисе, а сейчас я его не нашла. Не нашла, боже мой. Ух, я не могу. Мне пахнет мужем. Мне так вкусно становится. Этот аромат здесь также 100 мл. Очень большой объем. Классная крышка. Классная вот сама эта пшикалка. Я уже ее тестировала. Я носила этот аромат на себе. Я вам честно скажу. Я у Ильи спрашиваю, когда по стойкости что-то. Он мне не может ответить нормально. Он не знает. Он не отслеживает это. Поэтому я наношу ароматы даже мужские на себя, чтобы потом вам сказать, насколько они стойкие. Этот аромат не такой стойкий. Раза в три он и дешевле, чем Клиник Хэппи. Даже четыре, наверное, раза дешевле, чем Клиник Хэппи. И раза в три менее стойкий. То есть его нужно обновлять в течение дня. Аромат очень похож. Очень похож. Чрезвычайно похож. Я не ожидала. Это совместное французско-белорусское производство. Чтобы вы понимали, это не подделка. Это, ну, как бы мы типа подукрали немножко идею. Если я найду где-нибудь пирамиду этого аромата, я распишу. Очень похож. Такой же свежий. Такой сочный. Звенящий. Очень энергичный аромат. Это не спокойный аромат. Это такой, знаете, аромат, который побуждает к действию. Очень классный. Очень классный. И вот почему я должна была сделать быстрее обзор, чтобы Илье отдать. Потому что... Вот, видите, закончился его Клиник Хэппи. И здесь написано, что сделано во Франции. Кстати, все пришло в такой упаковке. Ну, еще пленка. То есть, все было прилично. Это я уже пленку сняла, чтобы здесь не шуршать. Давайте дальше по ароматам пойдем. Два аромата от Кельвин Кляйн. Вообще, вот я первый заказала вот этот. Как бы я и за ним шла на Белорисе. На него была скидка. Это не какой-то супер дорогущий аромат. Кельвин Кляйн Шок. Это аромат мужской. Все они приходят вот с такой пробочкой закрытой. И вы сами вставляете палочку с распылителем. Какой божественный аромат? Это аромат более взрослого мужчины. Если вот Клиник Хэппи или вот это вот Юник Санни. Это, ну, знаете, такой молодой-молодой парень. Не тот молодой парень, который должен пахнуть мылом. Если вы понимаете, вот о каких сейчас подростках я говорю. Вы сейчас поняли, о каком аромате я говорю. Надеюсь. Это для молодого мужчины аромат, а вот это для мужчины постарше. Не могу сказать, что Илья в этот аромат влюблен, в него влюблена я. Я вообще, знаете, какая-то сейчас впечатлительная в отношении ароматов мужских. Я очень часто ношу Илюшин парфюм на себе. Мне нравится. Либо я скучаю по мужу, который все время в командировках. Либо вот, ну, правда, у меня какая-то тяга сейчас к мужским ароматам. Совершенно разный аромат во флаконе. То есть, если вот так понюхать, мне вообще не нравится. Я не понимаю, в чем прикол. Я здесь пропишу его пирамиду. Что в нем? Наносите на себя, и он раскрывается просто сверхъестественно. На всех чуточку по-разному. И на всех очень круто. Я уже залила тут всех. Им распылитель много выдает достаточно парфюма. Сначала запах грубый. Сначала он мне не нравится. И ему нужно дать, ну, наверное, минут 10. И вот эта верхняя нота уходит противная. Ну, она не то, что противная. Я знаю, что ее многие любят. Она чуть-чуть табачная, что ли. Не знаю. Я не люблю эту ноту. Я ее где-то встречаю в парфюмах. Она и в женских бывает, и в мужских. И я ее игнорирую сильно. И потом, когда она улетучивается, остается такой манящий, соблазнительный аромат. Причем это аромат соблазнительный не женский, не сладкий. Вот такой тупо ванилька, да. А это прям... Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю. Я не знаю. Это аромат, он какой-то густой. И он меня не душит. Это хорошо. Это большой плюс. Мне очень понравился. Очень понравился. Здесь 50 мл. Я не помню, был ли большой объем. Наверное, был. Но я чуть не стала рисковать. Может быть, зря. Может, надо было брать большой. Следующий аромат Calvin Klein. Это аромат Unisex. Я решила, что это, Илье, два аромата? Надо себе что-то взять. А потом думаю, а что себе? Лучше возьму. А вдруг Илье вот эти не понравятся. Вот возьму Unisex, чтобы, если что, вдвоем пользоваться. А теперь у нас проблема. Я говорю, что это не женский аромат. Илья говорит, что это не мужской аромат. Почему Илья говорит, что это аромат не мужской? В нем нет ярких мужских нот, к которым мы привыкли. Какой-то, может быть, кедр. Какой-то там, я не знаю, мускус, цитрус и так далее. Извините, у меня крышечка упала. Да? Большая 100 мл бадья. Мне очень нравятся флакоты, да? Прямо вот мужик, плечи такие. Он очень свежий, он морской. При этом здесь нет таких девчачьих нот, чтобы я там клубничку, малинку чувствовала, да? Или какой-нибудь жасминчик, франжипани, хоть что-нибудь такое, что типично женское, что ты ждешь услышать в женском аромате. Опять-таки, наверное, здесь у вас что-то появилось, а если нет, то, ну, извините. Аромат называется One Summer. Он пахнет летом, он пахнет морем, он пахнет чуть-чуть какой-то травой, я не знаю, небом. Вот если бы у неба был запах, вот это был бы вот этот запах. Классно. Я его ношу на себе тоже. Ну, что, ношу, носила раза три, наверное. И каждый раз, когда я была в этом аромате, мне спрашивали, что это. И, ну, это для меня показатель. Мне приятно, когда люди интересуются, ну, а что за аромат, значит, он вызвал интерес. И этот аромат не затертый. То есть, девчонки, кто любят свежие ароматы, присмотритесь к нему, потестите. Он хорош, он хорош. И на Белорисе цена была сверхдемократичная, можно было брать. Что еще? Илье я взяла вот такое мыло, Витязь, по рекомендациям знакомых. Это мастерская Алисе Мустаевой. Ну, что я вам скажу? Вообще, к косметике Алисе Мустаевой я отношусь с некоторой ревностью. Вообще, все, кто варит мыло, меня бесит, потому что я тоже когда-то варила мыло. И у меня, знаете, такое, типа, я тоже вот могла бы, но я вот здесь, а не там. Так вот. Это мыло. Я вам прочитаю состав. Так, у меня Илья обожает мыло и терпеть не может гели для душа. А меня это прям раздражает. И он покупает мыло хвойное, земляничное. Вот это, знаете, вот такие огромные куски по 200 грамм вонючего этого мыла. Я его терпеть не могу. И я решила заказывать Илье мыло, чтобы у него всегда оно было, и он не покупал себе дешевку всякую. Мыловитесь с маслом кедра на козьем молоке. Я вам прочитаю состав, и вы все поймете. Состав, конечно, роскошный. Омыленная смесь растительных масел, козье молоко, экстракт хвои, эфирное масло кедра, эфирное масло лаванды. Все. Понимаете, состав, сказать, ну, волшебный, ничего не сказать. У Ильи кожа на теле достаточно сухая. Я надеюсь, что это мыло не будет ее сушить дополнительно. Подходит для сухой кожи. Должна быть зелененького цвета. Я, ну, ожидала более интенсивного запаха кедра. Но я думаю, этот запах появится при намыливании. Вообще все вот эти вот мылки, которые варят сами люди, они, запах у них раскрывается, аромат только при намыливании. Это дело в ароматизаторе. Я-то специалист. У меня-то канал начинался с мыловарения. Вот кто не знает, а? Да, история, история. Последнее покажу, что у меня есть. Это для Веранички. Это то, что я видела только на Белорисе. И я вот на Белорисе буду делать заказы, покуда эти шарики там будут. Итак, вот такие шарики для ванн. От Кафе Красоты. Кто не знает этот бренд, напрасно вы его не знаете. Мой самый-самый любимый скраб для тела. Это Кафе Красоты. Он бюджетненький. Вот прям очень бюджетненький. Это вообще бренд бюджетный. Это, ну, такая, я не знаю, можно ли назвать это прям натуральная косметика, но у них очень много масел, соли, минералов. У них что-то все такое классненькое. И у них есть вот такие детские бурлящие шары. Почему детские? Да потому что это шар с сюрпризом. Там внутри есть игрушечка. То есть вы, это бомбочка для ванн, по сути, которую вы раскрываете, бросаете в ванну, она шипит, дает приятный аромат, окрашивает водичку. И внутри оказывается игрушка. Вы сейчас спросите, что же там за игрушка? Я сейчас буду вам спойлерить. Я надеюсь, что никому там не испорчу настроение. Кто хотел узнать самостоятельно, что там за игрушки попадаются, я вам покажу. Там попрыгунчики. Разный, разных форм. Вот у нас попалось в виде яичка. Я у Вероники попросила взять, показать тетям в видео. Вот, вот такая у нас была бомбочка. Кстати, очень классная, с вишневым ароматом. Называлась вишневый бум. Да, вы скажете, ой, ну и что там дело в этом попрыгунчике? Да нет, это, ну такое счастье для ребенка, вы бы видели. Вот этот момент ожидания, когда, знаете, в этой пене сейчас должно что-то появиться. Ну это просто праздник, правда. Ребенок очень счастлив. Давайте по составу. Это очень безопасная история. Это ничего такого. Сверху естественно, у кого ребенка сложно затащить в ванну, да, и есть дети, которые не любят купаться. Используйте хитрость. В составе сода, лимонная кислота, масло миндаля, вода, экстракт вишни, ароматическое масло, витамин А. Ничего в составе страшного нет. То есть, в принципе, эти бомбочки, я знаю, там люди готовят сами. Наверное, наверное. Я нет, я не буду этим заниматься. И вот еще у меня два шарика про запас. Апельсиновая шипучка. И тут, если этот шар покрутить как-то, я тут уже видела, что там попадется внутри. Сейчас я вот этого покажу. Да. И, значит, шар, бурлящий сюрпризом, пряничный домик с маслом кокос. Смотрите, видите, если повернуть, видно. Не по центру оказался этот попрыгунчик. Мой ребенок обожает вот эти бурлящие шары. Я вам показала часть заказа с Белориса. Вторую часть покажу позже. Не забудьте написать, знаете ли вы, догадываетесь ли, на какую марку косметики я сделаю монобрендовый обзор. Заказанный у сайта Белорис. Я очень сильно вас всех люблю. Я вам желаю радости. Я вам желаю экспериментов, как вот у меня. Да, у меня шампуни. Это чистый эксперимент. Парфюмы, слушайте, вот он как будто со мной срастается. Вот это странные вещи, я говорю. Но мне и этот хорошо. Я не знаю. И я вам желаю не только экспериментов, но и желание экспериментировать. Это две большие разницы. Когда мы экспериментируем не по своей воле, скажем так, да, когда так обстоятельства сложились, что нам приходится. Нам приходится искать какие-то компромиссы, экспериментировать. Нет, я желаю, чтобы все ваши эксперименты были добровольными, интересными, и чтобы они вызывали у вас вот это вот желание что-то пробовать новое. Потому что здоровое любопытство, это отлично. Мне кажется, это самый мощный двигатель прогресса. Не только лень, но и любопытство. Я очень сильно вас всех люблю. Оставайтесь на моем канале, ставьте мне лайки, смотрите мои старые видео. Мне будет очень приятно. Вы у меня самые лучшие. Спасибо, что вы со мной. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok